Какой подарок подарил Винни-Пух Ослику на день рождения? А, он подарил ему два шарика. Два шарика. Один... Один зеленый, а другой синий. Скуда вы все это знаете? Давай знакомиться, меня Саша зовут. Дима. Дмитрий, я тебе, в общем, задаю 7 вопросов по русским сказкам, народным, да? Отвечаешь правильно на 6, я тебе плачу, бабусики. Хорошо. Первое... Первый вопрос. Какое... Какое изначально название было у сказки «Муха-Цокотуха»? Так. Это вопрос на один балл. Это очень легкий. Походу, легкий вопрос, это не для меня. Мухина. А, все, я не знаю. Значит, не помню. Ну, что-то есть предположение? Что люди в ЗАГСе делают? Женятся. Мухина. А, Мухина свадьба. Мухина свадьба. Так, второй вопрос. Где? Где проживал Карлсон? На крыше. Дома. А номер? А вот этого я не помню. На крыше дома свой вон. Свой вон. Следующий вопрос. Какой подарок подарил Винни-Пух ослику на день рождения? А, он подарил ему два шарика. Два шарика. Один... Один зеленый, а другой синий. Да. Откуда вы все это знаете? Так, а какой... Какой персонаж из сказки доставил неудачно еду? Так, а какой персонаж из сказки доставил неудачно еду? Вот он нес, нес. Сейчас, сейчас, сейчас. Пирожки. А, не помню, значит. Бабушки. А, волк. Волк. Все. Понял. Так. Из какого инструмента солдат сварил кашу? Из топора. Кто помогал? Баба? Баба-яга. Баба-яга. Так. Я красивый, мировопитанный. Это... Я красивый, мировопитанный. Кому принадлежат эти слова? Я красивый, мировопитанный. Кто живет на крыше? А, Карлсон. Кому принадлежат слова? Слова принадлежат Карлсона. Хорошо. Последний вопрос. Очень сложный. Так. Как звали царя из сказки о золотом петушке? Да, реально сложный. Не помню. Да? Не, не вспомню. Давай пятюнку. Ты завалил все вопросы. Ну, как учил литературу, так и ответил. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова